всем привет сегодня мы с вами попробуем разобрать вот такой гитарный пассаж который играется с помощью тэппинга и обыгрывает септаккорды мажорные и минорные давайте рассмотрим подробно что там используется что играется и как это сыграть так чтобы у вас все было чистенько и аккуратненько поехали итак посмотрим что у нас здесь с вами используется мы играем сначала обыгрываем аккорд ля мейдж для начала посмотрим какие нотки мы используем у нас получается ля до диез ми соль диез это как раз ноты самого септаккорда ля мейджа так смотрите то есть когда мы с вами играем ноту тэппинга то запястье наше в правой руке оно у нас с вами должно лежать на струнах желательно для чего для того чтобы когда вы играете чтобы у вас от стука если мы стукнем по гитаре то слышите что у вас появляется некий призвук от струн особенно если у нас на максимум громкость то это вообще то же самое у вас будет и тогда когда вы будете играть вот в таком положении вот вот этот призвук он уже идет и чтобы его не было мы с вами запястья приклада при запястьем притрагиваемся к струнам для того чтобы весь вот этот шорох уже нам с вами убрать и получается смотрите что оп и тишина то есть как раз вот именно такой небольшой технический вам совет потом смотрите само сдергивание как у нас будет с вами происходить мы сыграли с вами 16 12 9 лад сейчас эту фразочку мы с вами разберем подробно все элементы и технические особенности этой фразы а дальше мы просто будем все то же самое подставлять только менять лады поэтому заострим внимание на этой фразе побольше а на остальных просто посмотрим сам текст и так смотрите значит у нас получается мы сыграли сам тэппинг у вас должен звучать четко то есть не должно быть такое вот этого не должно быть должно быть сама нота должна звучать туда внутрь то есть вы играете у вас ноточка видите она получается очень плотно должно звучать особенно для новичков те кто если смотрят новые гитаристы то есть те кто только недавно занимается гитарой то есть сам тэппинг играется у нас не так это не тэппинг это такой пародия на тэппинг вам нужно сыграть четко но то вот она вас сначала попробуйте извлечь звук тэппинг так чтобы но то у вас просто звучало если но то звучит пробуйте ее сдернуть сдергиваете смотрите как сдергивание должно быть не такое палец должен быть у вас не вверх отрываться не вот сюда у вас он должен как будто бы вы делаете пул пальцем то есть вот вот вас оп то есть туда идет как будто бы вы делаете подцеп вот вы сыграли его сыграли подцеп дальше смотрите у вас это тоже самое на мизинец вот вы сыграли звук все здесь у вас тоже нотка она уже готова мизинец плотно уже то есть не должно быть такого что мизинец у вас где-то наготове и вы его только потом ставите все должно уже здесь плотно стоять все сдернули теперь внимание следующий ход вы переходите на вторую струну вторым пальцем и играем здесь ноты ля со диез то есть здесь у вас получается вы играете хаммер сразу же вторым пальцем оп сыграли сюда вы приходите пул делаете потом заново приходим ставим хаммер и переходим переходим хаммером без вмешательства правой руки на первую струну вот обращаю ваше внимание вот на какой элемент когда мы с вами переходим со второй струны на первую причем правая рука не принимает никакого участия тогда мы что делаем в таком случае у нас получается вот что вторая струна может тоже дать некий призвук для того чтобы этого призвука у вас не было старайтесь старайтесь первый палец ставить так чтобы он у вас прижимался ко второй струне то есть вы ставите кончик пальца так чтобы у вас фаланга слегка касалась вторую струну это по возможности если у вас будет получаться то в таком случае вторая струна вообще никогда вас не побеспокоит и не даст никаких лишних звуков и призвуков и так что получилось тоже также мы сюда с вами пришли на 9 лад сыграли 9 12 далее у нас получается мы приходим в наш любимый тэппинг назад сыграли 16 12 9 вернулись потом играем ноту ля это получается 17 лад и далее приходим снова снова приходим на повтор то есть дальше у нас идет уже как реприза все фраза закончилась дальше мы ее повторяем вот сюда уже все то есть и далее у нас смотрите что происходит дальше уже мы так подробно не будем разбирать а дальше посмотрим что играется и какие особенности смотрите здесь он же у нас идут другие аккорды то есть поэтому сам тэппинг у нас уже будет не не по полутонам идти мы уже будем с вами делать 14 и 16 лады тэппинг но левая рука у нас также с вами будет двигаться здесь у нас смотрите что играем у нас здесь два способа игры вот этой фразы широкой мы можем с вами играть переходим на вторую струну и играем либо 9 7 либо безымянным указательным либо вторым и указательным я бы посоветовал играть именно вот с этими пальцами потому что здесь чтобы 2 2 палец не растягивать очень тяжело поэтому сразу же играем сразу же играем именно вот эту фразу далее то же самое спускаемся у нас с вами получает такая же в точности фраза абсолютно такая же фраза только на тон ниже мы переходим то есть на два лада вниз спустились и заключительная фраза ми мэйдж ми мажор то есть она у нас такая же как и по сути дела это у нас с вами последняя фраза то есть вот мы на ней остались и дальше мы если нам с вами нужно двигаться теперь назад что мы делаем теперь назад немножко попроще будет потому что правая рука стоит на месте вам нужно только сдвинуть левую то же самое нота тэппинга левая рука у нас с вами идет сюда на тон и далее правая рука снова остается левая подтягивается в исходное положение мы с вами пришли вот закончили играть и далее смотрите что у нас идет тэппинг правой рукой со слайдом и далее у нас просто с вами идет аккорд итак давайте рассмотрим вот этот пассажик смотрите мы играем с вами тэппинг на шестнадцатом на шестнадцатом ладо вот это давление мы не убираем от струны получается что мы сыграли его вот здесь в этом месте у вас может палец порезаться поэтому очень аккуратно будьте то есть вот мы сыграли шестнадцать семнадцать и назад шестнадцать обращаю ваше внимание на то что звук должен оставаться то есть не должно быть такого и все звука нет постарайтесь сыграть так чтобы пока что не делать дальше пул то есть без вот этих вот слайдов то есть ваша задача сыграть именно и подержать то есть посмотреть насколько у вас долго будет играться звук то есть вот вы сыграли предположим сделали пул и дальше повторили потом переходим на вторую струну здесь у нас идет первый мизинец оп мы сыграли двенадцатый лад далее переходим на вторую струну то же самое сыграли и заканчиваем у нас получается сначала третий палец идет на одиннадцатый лад сыграли хаммер потом тэпинг на шестнадцатый лад и все пулами сыграли потом тоже самое повторили на четвертой струне потом на пятой сделали слайд на седьмой лад в ноту ми и сыграли затем ноту ми на октаву ниже шестую струну вот в принципе все дальше мы можем с вами поставить аккорд какой-нибудь такой чтобы хорошо звучало благозвучно как я люблю выражаться пусть получилось у нас и получился вот такой интересный гитарный ход который вы сможете отработать поиграть и привести в порядок вашу технику которая называется тэппинг желаю вам удачи пока 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 Продолжение следует...